Всем привет, друзья! Меня зовут Инна, и это мой канал Обо всем понемногу. Сегодня у меня будет небольшое видео. Это видеоотчет в совместном проекте. Я участвую на Сочная коробочка 2023 с Екатериной Шурм и на канал Кати, и на канал всех девочек-участниц. Я уставлю все ссылочки внизу под видео. Заходите, смотрите. Да, и начну я свое видео с моих маленьких двух работ, которые у меня в процессе. Просто очень хотелось вам показать. Может быть, кого-то вдохновлю, кто-то уже вязал. Может быть, кому-то захочется связать такие малютки-носочки. Вот такие маленькие носочки у меня вяжутся. Один у меня уже готов, второй у меня вот вяжется. Это носочки финские. Я вяжу их для девочки, которая родится в октябре. У моего крестника родится доченька. Вот я к подарочку вяжу ему носочки. Модель для деток очень-очень классная из-за того, что высокий паглинок. И тут идут резиночки. Носочек паглинок очень плотненько на ножке сидит. И не нужно никакие завязочки, бантики. Ничего не нужно. И ребеночку тепло. Ребеночек ножками дергает постоянно, и они не упадут. Я и внучке, когда она была маленькая, такие вязала. Модель носочков для деток, мне кажется, вообще самая классная. Вот один у меня связался, второй я вяжу. И почему-то мне захотелось связать чулочными спицами. Я редко это вяжу, но вот именно достала деревянные спицы. Два с половиной пряжа. Это Ализе Артисан Остаток и Ализе Супервож Беленькая. И вот такие носочки у меня вяжутся. Это на 0,3 месяца будут носочки. Такие малышки вяжутся у меня. И еще у меня уже связался один носочек, вот такой носочек, из вот такой пряжи Нака Боха. Я впервые вязала из этой пряжи, именно вот такой расцветки. И именно вот в плане окрашивания скрутки такой, да. Я видела, уже девочки многие вязали. И название этой пряжи Шотландия. Я когда увидела это название, почему-то сразу захотела купить именно эту расцветку. Так что вот. Такие носочки у меня вяжутся. Ну, обычная лицевая гладь. Вот так она смотрится красиво. Вот так она выглядит в моточке, да. А вот так она смотрится на лицевой глади. Но это, конечно, еще без ВТО носочек. Понятно, что он еще один у меня. Второй буду начинать. Здесь просто у меня резиночка 3х2. И вот этот вот кантик я 5 рядов связала. Дропснорт у меня пряжа была, да. Остатки тоже. И обычная лицевая гладь, обычная пятка и венточное закрытие. Но я думаю, после ВТО вообще будет красиво. Такие осенние, правда, носочки. Расцветка красивая. Так, это что касаемо процессов. Так, и быстренько покажу вам. Тремоточка я купила. Я уже вязала из этой пряжи. Вот такую пряжу. Ну, это ритовский производитель Тескрена пряжа. Это 50% шерсти. Ну, вот видите, да, состав этой пряжи. И метраж. В 100 граммах 235 метров. Мне просто очень понравились расцветки. Ну, в принципе, вам немножко ярче. На самом деле, очень заглушенные, такие приглушенные тона пряжи. Очень понравилась именно расцветка. Поэтому я купила куда-нибудь. Повяжем что-нибудь из них. Так, и следующее, что я вам покажу. Две пары готовых носочков. Это вот такие носочки. Да, конечно, этот темно-синий цвет. Показать на камеру. Это я вязала в тесте у Лены носочки. Я ссылочки на мастера, чьи мастер-классы, я оставлю в первом комментарии. Кому понравится, заходите к мастеру. Можете приобрести это описание. Значит, вязались эти носочки от мыска к резиночке. От мыска я вязала, наверное, носочки третий раз в своей жизни. Честно вам скажу. Редко я. Но все у меня сложилось. То есть набор Джуди. Сейчас я вам поближе покажу. Получился очень у меня. Ну, конечно, будет сложно показать. Все ровненько, все красиво получилось. Кстати, не перевязывала. Сразу же получилось у меня все. И посмотрите, какой узор красивый. Видите? Как переходят. Такие, как треугольнички. И вот он по всему паголинку идет. И потом резиночка начинается. Резиночка здесь у меня закрытие с накидом. Да? У Лены Яковлева есть такой мастер. Вот я у нее посмотрела. Она очень классно объясняет закрытие именно с накидом. Вот такие носочки получились. Пятка очень интересная. И что тут еще интересного? А, это вязалось носочки на размер где-то 38 получились. На 72 петли у меня эти носочки. Потом я оставлю все фотографии, какие у меня будут, да, по этим носочкам. Чтобы вы смогли увидеть, как они на самом деле на ножке смотрятся. Потому что такой синий цвет очень сложно передать на камеру, оказывается. Но узор красивый. Очень красивый. Так, и да, такие носочки связались. И следующие носочки, которые у меня пойдут в носочную коробочку. Оп, вот такие грибочки. Да, в сентябре же у нас осень. Посмотрите, как зеленым красиво смотрится. Сочетание тоже, да? Так, вот такие носочки-мухоморчики у меня связались. Они пойдут в носочную коробочку 2023. В мою. Это будут мои носочки. Никому их не отдам, не продам, не подарю. Буду сама носить зимой. Потому что они, девочки, получились очень-очень теплые. Так как они вязались в трините, можно сказать. Вот посмотрите на изнанке. Видите, какая изнанка. Получается жаккард из трех ниточек, да? Я, наверное, может быть, второй раз или третий вязала такой жаккард. Вот такие грибочки получились. Их прям много. Такие мухоморчики, видите? Классные. И вы заметили, что у меня мухоморчики разного цвета. Вот здесь они яркие, а к пагалинку они немножко темнее. Наверное, на камеру так не видно. Потому что здесь сейчас расскажу вам про пряжу. Черная пряжа. Вернее, она такая не черная. Она такая немножко меланжевая. Это Ализе Супер Ворш. Серая пряжа. Это Дропс Норт. Белая. Это тоже Ализе Супер Ворш. А красненькая. Так, красненькая. Вот эта, которая светлая. Это Кауни пряжа. А вот эта, которая потемнее, шляпки. Это пряжа тоже Ализе. Ну, это все остатки были у меня, да? И вот такие носочки у меня связались. Эти носочки я вязала в тесте описания у Оли. Ссылочку оставлю тут также в первом комментарии на этого мастера. Вот такие интересные мухоморные носочки осенние получились. И здесь набор был эластичный, который, да? Вот, чтобы он... Потому что жаккард весь стягивает немножечко, и тут спицы менялись. Здесь у меня на резинке спицы были два с половиной. А все полотно до мыска я вязала, жаккард весь на спицах три. Да, на спицах три. Потому что очень, ну, толстенькое такое вязание получалось. Потому что три ниточки переплетались у нас. И вот такие вот мухоморные носочки у меня получились. Кто захочет связать такие носочки, заходите к Оли, приобретайте описание и свяжете такие носочки. Вот. Да, что еще хотела сказать? Сказала про спицы, вам сказала. Ну, про пряжу я сказала, из какой пряжи вязала. Ну, там про цвета, конечно, я думаю, каждый выбирает расцветку сам себе, да? Какую хочет. Так что тут хозяин-барин, так скажем, да? Поэтому называть номера цветов, я думаю, нет смысла. Вот. И да. Так что вот такие носочки у меня пойдут в носочную коробочку 2023. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч, друзья. И уже в октябре, да, как быстро летит время. Так что спасибо большое, что посмотрели мое видео. Вяжите. Заходите на канал девчонок, на каналы девочек. Вдохновляйтесь вязанием носочков. Да, мы носочные прям такие души. Особенно вот я точно, потому что вязать носочки я очень-очень люблю. Ну, это, наверное, я говорю в каждом видео уже. Так что спасибо за просмотр еще раз. Всем здоровья, мира и всем пока. До новых встреч. Друзья, показываю вам такую красоту. Я нахожусь в лесу, недалеко от нашего дома. Но, в принципе, мы живем в лесу, да, можно сказать. Такой-то такой чистый лес. Погода наладилась, дождик прошел. Я приехала пофотографировать свои носочки, которые мухоморчики. И иду такая, смотрите, и сразу мне на пути вот такие красивые мухоморы, грибы. Ну, конечно, они ядовиты, я все понимаю. И посмотрите, как будет красиво. Вот. Такая-такая фотография у меня будет. Сейчас буду пробовать. Ну, классно же. Натуральный фотофон. Такая тишина в лесу. И красота. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»